Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают По предварительной версии дерево упало приблизительно в час ночи, однако владельцы автомобилей увидели повреждения только рано утром. По какой причине произошло падение? Были ли это погодные условия или же состояние самого растения? Теперь предстоит выяснить экспертам. Всего ствол накрыл три автомобиля. Это Альфа Ромео, Лада Калина и Шкода Октавия. Находящийся ближе всего к дереву Хиндагетс просто чудом не задело. А вот автомобилю, спасшему его от повреждений, не повезло больше всех, поскольку основная сила падения пришлась именно на итальянскую иномарку. Два других пострадавших транспортных средства вообще принадлежат одному человеку. Две машины мне пострадали. Что, Шкода Октавия? Калина вот моя. Сейчас владельцы автомобиля не понимают, кому предъявлять претензии, возместит ли кто-нибудь причиненный машинам ущерб. Как думаете вообще, кто будет оплачивать это? Вы даже не знаете. Нет. Сейчас будет баталия у нас. Все сейчас кидывают это дерево. Яна Багаудинова, владелец автомобиля Альфа Ромео, оценивает ремонт своего транспорта примерно в 100 тысяч рублей. Признается, что на период разбирательства ей придется оплатить все самой. И не знает, получится ли взыскать убытки. Прибывшие на место сотрудники управляющей компании сразу начали отказываться от территории, где росла липа. И от своей ответственности за состояние дерева и последствия его падения. Будем разбираться. На чьей территории разбираться будем дальше? Нет. А кто будет нести ответственность? Кто будет машинам? А ущерб как-то оплачивать? Я говорю, будем разбираться, выяснять, что как. Падение произошло на улицах Ади Атласи. На данный момент неизвестно, чья это территория, управляющая компанией или же муниципалитет. Однако, стоит отметить, что у владельцев автомобилей неполная страховка. А значит, возмещение ущерба они будут добиваться через суд. Нафиса Минязова, Игорь Романов и Адель Мулахметов. Вызов 112. Два человека серьезно пострадали в столкновении пяти машин сегодня днем в Нижнекамске. Водитель внедорожника на встречной полосе протаранил автомобили, стоявшие на светофоре. Очевидцы происшествия утверждают, что скорость предполагаемого виновника происшествия была огромной. Сам водитель уверял, что скорость не превышала. Во всем виновата дорога. Айрат Назипов с подробностями. На место происшествия прибыли сразу несколько карет скорой помощи. Пострадали два человека. Одна пассажирка Лада 14 модели. Женщину с предельной осторожностью достали из искореженного автомобиля. Ее госпитализировали с травмой шейного отдела позвоночника. Другая пассажирка Хюндай Солярис. У молодой девушки рваные раны и лица. От гибли ее спасли подушки безопасности. В автомобиль, в котором она находилась, и пришелся основной удар внедорожника. Все быстро. У нас загорелся зеленый свет. Я только начала газ давать, и все, и он влетел. Он ехал с сильной скоростью. Всего внедорожник протаранил четыре встречных автомобиля. Машины друг за другом только тронулись на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки утверждает, что ехал с небольшой скорости. А причиной происшествия стала лужина на дороге, в которую он заехал. По воде занесло. Занесло сильно по воде. Скорости не было, чтобы я гнал что-то. Просто по тормозам машина не остановилась. Лобовое. Дальше я сам не понимаю, что произошло. Но очевидцы с этой версией не согласны. Говорят, Volkswagen ехал очень быстро. Я стояла, я даже смотрю, он вперед как бы уже влетает, и все. Я успела, только чуть на боке, все равно задел. А говорят, светофор был уже красный? Светофор, но все тронулись уже. Нет, светофор уже как бы уже желто-зеленый загорелся, все тронулись. И он вперед прям с такой скоростью летит. Во всех обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться с сотрудником ГИБДД. Айрат Назим, Наталья Лушникова, Евгений Увызаев, Вызов, 112. Отвлекся на секунду от дороги и тут же попал в аварию. На проспекте Ямашево водитель Ford Focus протаранил БМВ. От серьезных травм водители спасли пристегнутые ремни и сработавшие подушки безопасности. Свою вину предполагаемый виновник происшествия не отрицал и сетовал на свою невнимательность. О последствиях расскажет Алина Бережная. Авария произошла в вечерний час пик, когда движение на этом участке дороги было затруднено. Водитель Ford Focus, проехав пересечение с улицы Короленко, на секунду отвлекся от дороги. Этого хватило, чтобы разбить свой автомобиль с идущим мгновением. Просто отвлеклись и вылезли. А сколько там можно было? На какой скорости ехать? Ну километров 40, может быть, а вот только светополь. Люди в аварии не пострадали. Больше всего досталось машине вероятного виновника происшествия. У Ford сильно смята вся передняя часть. Сработали подушки безопасности, системы безопасности сработали и в БМВ. Подушки взрывались, передние, не верение, это в уголовнике. Ну и податок. Впрочем, ремонт немецкой иномарки должна покрыть страховку водителя Ford Focus. Мужчина признал свою вину в происшествии. Алина Бережная, Ратназипа, Константин Бушуев, вызов 112. Человеческий череп прямо на железнодорожных рельсах станции обгонная заметили случайные прохожие. Прохожие рано утром. Очевидцы сообщили о находке в полицию. Через несколько часов в заброшенном доме в 200 метрах от станции были найдены остальные останки и истлевшая одежда. Кости были обглоданы бродячими животными. По предварительным данным, смерть мужчины наступила зимой, после чего его обнаружили бродячие собаки. В настоящее время останки направлены на экспертизу. И по ее результатам будет ясно, была ли смерть насильственная. В настоящий момент пост на останки направлены на экспертизу, который позволит установить причину смерти мужчины. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято порциальное решение. Шесть человек спасли из горящего дома в Зеленодольске. Пожар вспыхнул в одной из квартир на четвертом этаже дома по улице Шустого. Огнеборцам пришлось эвакуировать людей с верхних этажей, а также вытащить 34-летнего мужчину, хозяина горящей квартиры. Он отравился угарным газом, но его сразу привели в чувство. От госпитализации пострадавший отказался. Площадь пожара составила чуть более 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Полицейские Казани раскрыли разбойное нападение на офис микрофинансирования. По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний мужчина. По версии стражи порядка, грабитель, спрятавший лицо, зашел в помещение и, угрожая кассиру, стал требовать деньги. Получив желаемое, налетчик решил покинуть пределы Татарстана. Альбина Минибаева знает, где задержали подозреваемого. Ограбил микрофинансирование. Один? Один. Чтобы избежать своего раскрытия, этот мужчина принял, как ему показалось, все меры предосторожности, надел маску и закрылся капюшоном. После чего пошел на дело. Зайдя в центр микрофинансирования, он начал угрожать кассиру предметом, похожим на нож. Девушка испугалась и отдала ему наличные. Получив свое, предполагаемый злоумышленник скрылся. Сколько забрали? 7800 рублей. К моменту установления личности полицейскими подозреваемый уже покинул территорию республики. Для его задержания стражи порядка выехали в Санкт-Петербург. Свою вину 31-летний мужчина признал полностью. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казань. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 162-й уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Альбина Менебаева, Айрат Назипов, вызов 112. Похищали денежные средства, предназначенные бизнесменом по программе лизинга оборудования. В этом полицейские подозревают сразу 25 человек. На данный момент сумма ущерба составила 22 миллиона рублей. Однако обвиняемым также вменяется покушение на хищение еще более 18 миллионов рублей по той же схеме. Совершить это преступление они, правда, так и не смогли. Их задержали. Сейчас дела с обвинительными заключениями переданы в Ахитовский районный суд. Анна Городнова о преступной схеме. По данным следствия, преступную схему организовали 4 человека. Это председатель общественной организации, член комиссии по рассмотрению вопросов выдачи лизингрантов и две предпринимательницы. Сговорившись с учредителями 20 фирм по поддельным документам, они заключили договор о предоставлении оборудования в лизинг. И похитили порядка 22 миллионов рублей государства. Еще 18 с лишним миллионов им похитить не удалось, но хотелось. Планы разрушили полицейские, задержав подозреваемых. Уголовное дело возбуждено ГСУ МВД по республике Татарстан по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. До суда одного из подозреваемых заключили под стражу в отношении двух избранной меры пресечения в виде домашнего ареста. Остальные 22 обвиняемых пока остались под подпиской о невыезде. Материалы дела уже переданы для рассмотрения в суд. Анна Городнова, Написа Минязова, вызов ТО-12. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Друг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...